Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан», том 2, вопрос 715. «Если голодный ребёнок стащил сладка у продавщицы пирожок, можно ли назвать его вором?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Мне неплохо известны преступники-воры, с которыми я некогда хлебал баланду, и сейчас встречаюсь через кавычках «кормушку». Знаю, что у воров по неписанному закону никогда не говорится «своровал», но «взял». Глагол уже образует и подлежащее. Вы говорите «стащил», но не говорите «своровал». Святые категорически запрещают производить подмену слов, делая пересортицу словам. Притчи, 6 глава, 30 стих. «Не спускают вору, если он крадёт, чтобы насытить душу свою, когда он голоден». Я рассказывала уже о том, как моя жена ездила с племянником Ромой в гости к моему двоюродному брату. Ему в гостях полюбились пластмассовые кони, и он некоторых из них увёл. Когда я пришёл домой ночью с работы, мне возвестили об этом конократстве. Я в ту же минуту разбудил его и всё подробно разузнал. «Краденое находится в моём доме, всё, что у меня, теряет Божию защиту. Я могу ночью сгореть или быть обкраденным, и ты, как вор, можешь не дожить до утра и пойдёшь в ад, ибо воры Царствие Божие не наследуют». Мы тут же это и прочитали. Первое послание Петра, 4 глава, 15 стих. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Первое Коринфянам, 6 глава, 10 стих. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». «И хотя мы с заходом солнца, по нашему правилу, не открываем никому дверей, но тут, ввиду чрезвычайности создавшейся ситуации, мы помолились очень крепко и продолжительно, и спрашивая у Бога прощения для отрока. Я положил ему руки на голову и со слезами помолился, прося не наказать и нас за такое нерадение о воспитании подрастающего. Ночь была темная и морозная, а сарай находился далеко на другой стороне через дорогу. Мы едва открыли его и загнали лошадей в эту конюшню. Наутро мы снова сделали полный разбор этой криминальной ситуации, как бы уже приговоренные. Я очень усиленно стучался в его сердечко, и он это понял. Мой отец Тихон, а его дед был чуть тёпл в религии, и он нам говорил, «Хочешь пить – пей, хочешь курить – кури, но не воруй и не играй в карты, узнаю – башку отшибу». И мы этот наказ отца берегли. Но внучата оказались пожиже деда. На руку и даже реквизировали этих лошадок. Мы перебрали все варианты выхода из этой экспроприации и остановились на следующем варианте. Сейчас они с Надеждой Васильевной идут в магазин, покупают ещё таких же лошадок, какие-нибудь интересные игры, подарки, и первым же поездом выезжают на станцию Ребриха за 120 километров, где случилась эта беда. Там обо всём рассказывают хозяевам, и спрашивают прощения, и задабривают их подарками. Это была очень крепкая зарубка для несмышлёныша. Профессора, психологи, узнав про этот случай, вопрошают меня, по какому методу я действовал, где я это прочитал, находя разрешение этой истории оригинальным и очень действенным. А результат был положительным, со стопроцентным выигрышем. Дальнейшие почти 20 лет жизни подтвердили это. Он не стал вором, и хлеб насущный добывает своим трудом. А это уже немало. Мой совет. Найдите эту пирожницу. Признайтесь перед нею и спросите её прощения, чтобы она сняла незримый гнёт, лежащий на вас. Была самая настоящая кража, и вы живёте с самым настоящим вором. Задарите эту лоточницу и засвидетельствуйте ей, что всё это вы сделали только ради Иисуса Христа, который свят и таких же последователей ищет в себе. И эта продавщица, несомненно, засвидетельствует другим, и конечный результат известен будет только в вечности. Всё нужно делать на полном серьёзе, за правду.